Повышение доверия граждан к деятельности государственных органов через повышение качества оказания госуслуг. Департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции по области активизировал свою деятельность в этом направлении. На сегодняшний день учреждения полностью перешли на оказание услуг в электронном формате. Между тем, хорошая новость есть и для тех, кто хочет поступить на государственную службу. Обо всем по порядку в следующем сюжете. С начала года проведено 39 проверок с целью профилактики коррупции. Из них 29 неплановых, 10 выборочных проверок. Всего по итогам года выявлено 21 437 фактов нарушений. Защищены права семи получателей услуг. Внедрено 59 предложений по рассмотрению дисциплинарной ответственности должностных лиц. Выявлено 284 нарушений в сфере государственной службы. Поступило заявление от жителей города Атырау о том, что по указанию управления административной полицией ДВД Атырауской области, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Атырау не устанавливает дорожные знаки по проспекту Сатпаева. В целях расследования заявления проведена внеплановая проверка. В результате на проспекте Сатпаева установлены дорожные знаки и защищены права жителей. В этом году по области оказано государственных услуг 1 миллиону 400 тысячам человек. Из них более 787 тысяч в территориальных отделах центральных государственных органов, 655 757 в местных исполнительных органах. Кроме того, на сегодняшний день по инициативе департамента реализуется новый проект среди населения. Ранее граждане для получения справки из психоневрологического диспансера и наркодиспансера обращались в два разных учреждения. Это требовало определенного времени и затраты на проезд. В настоящее время по рекомендации департамента имеется возможность получения двух государственных услуг на основе одной справки. Сейчас такую справку получают в одном месте. Также снизилась стоимость этой справки. За 6 месяцев текущего года на тестирование для занятий административных государственных должностей обратилось 1329 человек. Из них более 400 набрали высокие баллы. Более 800 показали низкие результаты. Теперь они будут повторно сдавать пробные тесты по новым условиям поступления на государственную службу. Эльвира Рахмжанка за Артур Ботпанов, Служба новостей.